Всем привет! Это совместное видео с Мартой Барановой, бьюти-блогером, о наших 10 мастхевах. Я всем рекомендую канал Марты, потому что эта девушка делает потрясающие, очень подробные обзоры на косметику Фоберлик. Вполне возможно, что кто-то не открыл ее еще для себя. Я уже лично, например, открыла, на этой почве мы и познакомились. А сейчас мы решили поговорить с ней вместе о 10 мастхевах. Итак, мы сначала решили снять видео о декоративной косметике. Естественно, я не беру во внимание никакие сыворотки, кремы для век и прочее, что мы используем в создании макияжа. Я буду говорить только о 10 мастхевах, без которых нельзя сделать повседневный макияж, причем сделать его быстро и достаточно качественно. Если вы что-то примете во внимание, я буду очень рада, потому что, правда, у меня здесь есть такие бюджетные открытия, о которых вы даже не подозреваете вообще, что они существуют в мире. Но, я думаю, как бы, Найкед 2 всем хорошо известен. Найкед или Нейкед? Ну, я его называю Найкед. Вот. И, в общем, и так, от слов в дел, это мой девиз. Я совсем недавно приобрела эти средства, и сразу даже в первом видео я сказала, что правое, то есть тренирующим эффектом. Не очень меня впечатлил, и появление левого я реально ждала, и когда я увидела, я, естественно, не могла пройти мимо. Что я могу сказать по существу, девочки? Я вижу отчеты блогеров относительно Skin Luminizer Foundation от Max Factor. У меня он в самом светлом сороковом оттенке. И я могу сказать вам вот что. Это, в принципе, как бы все вольны, красятся так, как им хочется. Они могут вообще его на волосы намазывать, и на брови, если им так хочется. Правда, но я вам открою вообще небольшой секрет. Сейчас средства косметические, они выходят по большей части многофункциональными. То есть, если раньше крем-балет был только тональным кремом, то сейчас, по прошествии огромного количества времени, даже десятилетий, я бы сказала, не нужно ждать того же самого. То есть, если написано Skin Luminizer Foundation, это, конечно же, означает, что это Skin Luminizer Foundation, но это означает и еще очень много интересного. И я хотела бы рассказать об этих продуктах, хоть и вкратце, да, чтобы не растягивать видео, чтобы оно не становилось таким безразмерным. Но, тем не менее, я брала его с целью, чтобы у меня был такой хайлайтер, понимаете? То есть, я его использую как хайлайтер, я его использую на те зоны, которые предполагают высветление. Он выдерживает наслаивание. И вот этот сам по себе продукт Olay, хотя я и говорила вообще всем, и я думаю, как бы вы догадываетесь, что я с косметикой на ты, но я очень долго приноравливалась к этому тональному крему, потому что, вернее, вот к этой сыворотке с тонирующим эффектом, потому что она содержит силиконы, и если переборщить или там недоборщить, появятся залысины, и она начнет, если перебор, то собираться в жгутики. Я думаю, вам будет очень интересно узнать, как я укротила эти средства, потому что девочки многие накладывают скин-люминайзер на все лицо, говорят, вот, пудровый эффект, ну, что-то как-то вот... Девочки, вы используете это неправильно. Крем придуман умными людьми для тех, кто в визаже, ну, я думаю, что не первый день, и он, действительно, попробовав этот продукт, поймет, что и куда и как вообще. Не надо на все лицо. Если написано «фундейшн», это не значит, что от корней волос и до ключиц на шее вы его наносите, и вот будет вам тональный крем, и вообще будет вам счастье. Итак, значит, чтобы это все прекрасно заработало, поверьте мне, как специалисту, как действительно эксперту и ни одной косметической марки, я могу сказать вам вот что. Max Factor Skin Luminizer Foundation 40 оттенок, который я использую все-таки как хайлайтер, и не только, я подчеркиваю. В компании с Olay, если их смешать прямо сразу на руке, на тыльной стороне ладони, и взять вот такую маленькую кисточку для нанесения, это все наносится прекрасно, и держится это все великолепно, если их смешать. Если вы попытаетесь нанести Skin Luminizer Foundation пальцами, то, соответственно, все будет тоже хорошо. Но вот ничего не скажешь об Olay, к сожалению. Но это не означает, что нужно смотреть блогеров, которые говорят, это ерунда, это вообще все плохо. У меня, кстати, тоже даже были такие мысли, я думаю, ну боже мой, ну что же такое-то, вот какой смысл они заложили в этот продукт, если он собирается, если его много, или появляются такие залысины на коже, если его там чуть-чуть не хватило, а если уже там речь идет о наслаивании, то просто вообще нужно забыть эту тему в случае с Olay. Так вот, если их смешать, видимо, и там в основе тональная крем-атмосфактор, и здесь они взаимодействуют, и, соответственно, они прекрасно смешиваются, прекрасно наносятся, и, кстати, можно даже не припудривать, скажу вам по секрету, кисточка вот такая, она немножко у меня после головомойки, это бамбуковая кисточка, которую я очень люблю, и которая мне очень нравится. Вот вместе, вот втроем, они реально очень хорошо подружились, и стали замечательно работать. Если вам за 40, я реально могу советовать. Если у вас нормальная кожа, без проблем, с первыми признаками старения, то, соответственно, берите и действуйте, девочки. Смешали, нанесли, естественно, в основе какая-то сыворотка должна быть, безусловно. Но, в общем, вот так я подробно вам рассказала, потому что это нестандартные продукты, и вы можете наскнуться на огромное количество отзывов, что и с кем-люминайзер, что там ерунда какая-то, и про второй крем. Я тоже, кстати, так изначально думала. Ну, вот, пожалуйста, полезная информация. Действительно, то, для чего блогеры делают свои обзоры. Переходим к следующим моим фаворитам декоративной косметики. Я высказала все, что думала по поводу BB-крема для зонового круга. Оласт от Гриньер, который очень-очень-очень напоминает кофеиновый ролик. Это маст хэв. Если синячки под глазами, если какие-то венки близко-близко там у вас на коже, это как раз то, что нужно. То есть синеву вот эта желтизна перекрывает вообще прекрасно. И все получается вообще замечательно и хорошо. Если вдруг, да, на крыльях носа покраснение, либо еще какие-то проблемы, либо там действительно зона вокруг глаз, который постоянно нуждается в каких-то замечательных манипуляциях и требует дополнительных косметических продуктов, этот продукт, опять же, он многофункциональный. Он как перекроет недостатки, так и замаскирует. Плюс BB-формула тоже, знаете, как бы люди не зря это делали. Поэтому я рекомендую его. И быстренько переходим к следующему продукту. Это нельзя даже сказать, что это румяна. Вообще они позиционируются как румяна. У меня 106-й оттеночек. Откуда он у меня появился, могу сказать. Мне его подарили компания Artvisage, за что я им очень благодарна. И потрясающая упаковка. Она очень легкая, очень симпатичная, такая стильная. И в данный момент они у меня в пользовании с осени. Уже скоро весна. Уже даже можно сказать, что практически весна. Коробочка чистая, аккуратная. Не облазят золотые вот эти надписи. То есть выглядит она как новая. Что хочу сказать про этот продукт. Если вдруг в вашей коллекции теней, если вы не продвинутый пользователь, еще пока и у вас нет продукта для затемнения в складке верхнего века, и у вас такой цветотип, кстати, неважно холодный он или теплый, он идет как бы да, он идет со слегка красноватым таким вот отливом. Но, тем не менее, чудо вообще этого продукта, его уникальность заключается в том, что он может работать и как контур, и как румяна, и как тени для формирования складки верхнего века. Для бровей не пойдет, потому что чуть-чуть краснит. Но это не только тот смысл, который вложили в него при изготовлении. Это действительно очень экономный продукт. При том, что я использую его практически каждый день, появился всего-навсего какой-то очень-очень небольшой вот здесь зазор. Да, вот такое количество всего-навсего израсходовалось. Представляете, насколько это экономно? Стоит очень недорого, я его могу рекомендовать. Этот продукт будет в вашей косметичке до тех пор, пока он вам просто не надоест, потому что мне сложно представить, сколько должно пройти сезонов, чтобы с ним что-то произошло, как любой сухой косметический продукт, с ним ничего не происходит. Да, на нем написан срок годности, но я открою вам секрет, с продуктами косметическими, с сухими, ничего не происходит, чтобы они начали там разлагаться, как-то неприятно пахнуть и так далее. То есть это коробочка с румянами, а ниже контур, а ниже формирование складки верхнего века, ничего не произойдет ни через год, ни через два, ни через три. Это нормальное вложение, особенно если вы на бюджете. Я предлагаю, обратите внимание, есть более, я думаю, что серые оттенки, но у меня он такой красноватый, чуть-чуть, 106. В общем, поехали дальше. А теперь давайте поговорим о горячо любимой, прекраснейшей половине человечества, палетке Nike 2. Nike 2. От Urban Decay. Обзоры на эту палетку я не снимала, разве что только ленивые. Я не знаю, каким образом повезло дико мне. Она также в пользовании где-то с начала весны, то есть уже практически год. У меня, посмотрите, она практически не... с ней ничего не произошло. Она не сломалась. Единственное, что с кисточки облупились буквы, но это может случиться с каждым брендом. Я не знаю, по какой счастливой случайности, но мне досталась не подделка. Я смотрела отзывы, я смотрела обзоры на нее подробные. Единственное, в чем я каюсь, вот этот оттенок кончился в первую очередь, и я вынуждена была смешать пигменты, чтобы заменить его. Он получился более блестящий такой. Вот. И вот этот оттенок, также я добавила пигментов, и он такой вот не такой пудровый, то есть он идет чуть-чуть с шиммером. И вот этот оттеночек я просто измельчила и перезалила, потому что я не люблю, когда в тенях залысины. У меня просто какое-то крейзи на этой почве. Чуть-чуть сыпется вот этот оттенок, все остальное прекрасно, великолепно и очень хорошо. Если вы не продвинутый пользователь, если вы возьмете такую палетку, вы реально сможете сделать с ней очень хороший макияж. И опять же, девчонки, хватит. Слушать тех, кто не разбирается в этом. Я не хочу никого обидеть, правда. Но дело в том, что сатиновые и шиммерные тени находятся в палетках не для того, чтобы вы их наносили в качестве конечного продукта. В большинстве случаев сатиновые тени, тени с шиммером, они очень замечательно используются в макияже в качестве подложки. То есть когда вы телесные тени с легким шиммером наносите в качестве основы, а сверху другие оттенки, они замечательно тушуются. Вот родной кисточкой от Urban Decay. Они замечательно тушуются вот этой вот левой стороной, потрясающей совершенно, очень здорово придуманной. Почему их полюбили? Потому что, во-первых, качество, во-вторых, доступность. И когда вы сделаете мейк действительно такими тенями, на работе, там, либо где-то, если вы учитесь в учебном заведении, вам всегда сделают комплимент, вам всегда скажут, что вы выглядите как-то по-особенному сегодня. Я думаю, это стоит того, чтобы обратить внимание на эту палетку, потому что действительно очень многие блогеры и обзавелись. И я ни у кого еще не слышала отрицательных отзывов. Даже на подделку, между прочим. Потому что стараются, чтобы соответствовать. Если вдруг вы приобрели действительно подделку, и мне сказала моя знакомая, блогер из Иркутска, мы, кстати, с ней тоже будем скоро снимать совместное видео, что есть проблема, когда вот действительно подделка, либо плохое качество, вот вы скользите, кисть скользит по теням, как будто по стеклу. То есть она ничего не набирает. Скорее всего, просто перекапали туда силикона. Мои дорогие. Ничего страшного, вы можете измельчить, спрессовать с помощью спирта, и все будет хорошо. Это действительно стало мастхэвом для меня, открытием. И я могу советовать эту тушь тем, кто любит легкое удлинение и разделение. Это как раз вот к этой туши. Она потрясающе смывается родной смывкой для макияжа глаз от Artvisage. И не только, кстати. Ее можно просто убрать с помощью влажных салфеток. Ее можно убрать с помощью молочка для снятия макияжа. То есть она очень хорошо снимается. Она настраивает ресницы. То есть действительно, вы можете ее наслаивать, и ресницы ваши будут длиннее, 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 и они будут закручиваться даже. У меня в коричневом оттенке также подарок от Artvisage. Я не бросилась сразу же распаковывать посылку, и через три дня начинают нахваливать продукты, как это делают многие. Я действительно попользовалась, я действительно составила реальное мнение, я действительно удивилась очень, потому что я никогда ее не держала в руках. Прежде она выпускается в сером и коричневом оттенке, и действительно, эта тушь творит просто чудеса. Реально, те, кто пробовали, вот у меня модели красились на съемке, если вы найдете мое видео битва косметики, где Artvisage против люкса по люксу, вот как раз девочки были в восторге, они просто реально побежали на следующий же день, там и накупили вот, в частности, вот этот продукт, они побежали, купили, они побежали, купили вот эту BB Tush. То есть, не только на меня это произвело потрясающее впечатление, но и на тех, кто был совершенно беспристрастен и просто видел, как это работает. Потрясающий продукт, который я могу рекомендовать и как визажистам, и как обычным девушкам, женщинам, вообще всем людям, я, может быть, сейчас сделаю для кого-то открытие. В Китае существует косметическая марка, которая называется Alabon Cosmic, Alabon. Она выпускает не всю гамму, если я не ошибаюсь, косметических продуктов, но в данном случае весной, совершенно случайно, в магазине, который работает по принципу конфискант, я приобрела эти, также, скажу вам по секрету, многофункциональные продукты. Они представляют из себя запеченную формулу, и вот действительно, они работать могут и как тени, и как румяны, и как бронзеры, и даже вы, наверное, видели, что здесь написано пудра. То есть, вы можете работать этим продуктом как угодно, как хотите, и действительно, если вы уже за 40, я могу сказать, что да, может быть, вот этот продукт смотрится не очень как-то весело в коробочке, но он совершенно по-другому смотрится в сводч. Да, вы видите, то же самое здесь. То есть, вот он смотрится одним образом, а на деле это вот такой продукт. Цвета передаются точно. Я специально выкроила такой день, и я советую вам обратить внимание. Я покупала 200, либо 250 рублей за штучку. У меня их целая коллекция, скажу вам по секрету. Это что-то из серии хайлайтеров Мак, я думаю. Но, опять же, это многофункциональный продукт, и если вы взрослая женщина, либо хотите спрятать свои там первые появляющиеся морщинки, пудра со светоотражающими частицами вам в помощь. И не слушайте тех, кто говорит, вот, это колхоз, блестки, перламутр. Боже мой, через год в моду войдет перламутр, они все обсыпятся с перламутром, поэтому не надо верить так всем дико и слепо на слово. А я вам реально советую обратить внимание на эту китайскую марку, она недорогая и качественная. В Китае это что-то вот сродни нашему арт-визажу, то есть бюджетно, недорого и качественно. Поэтому возьмите на заметку, а производители русские, может быть, обратите внимание и выпустите нечто подобное. Эта запеченка качественная, классная. Коробочки с весны выглядят как новые. Я думаю, стоит обратить внимание. Блеск для губ фруктовый щербет в оттенке... Ой, уже здесь не видно оттенок, к сожалению. Ну, в общем, вот такой вот карамельный оттенок. Я, кстати, люблю такие оттенки. И карандашик для глаз, он очень мягкий, слик, блэк. Если бы арт-визаж был, например, мейбелином, он бы написал, что вам супер-мега смоки. Да, вот этим карандашиком вы можете рисовать смоки. Вы можете его использовать в качестве подложки, в сочетании как с родными тенями, так и с любыми другими, здесь любого другого бренда. В качестве подложки потом прорабатываете темно-коричневыми, либо черными тенями, и все замечательно держится. Я заканчиваю свой рассказ о 10 мастхэвах. Я не говорила здесь о базах под тени, потому что в данном случае с Naked 2 она не нужна. В случае с проработкой ресничного контура вот этим вот карандашиком тоже ничего, там дополнительно не нужна. Тушь работает сама по себе. Эти средства, помимо того, что являются тонирующими, они еще и ухаживающие, плюс так же, как BB крем для зоны вокруг глаз, и гарнир. Продукты многофункциональные. Блеску спета от немало. В общем, вот они мои, дорогие. Если вы не продвинутый пользователь и только думаете о том, чем заполнить свою косметичку, я предлагаю вам, особенно если вы девушка за 35, например, уж тем более за 40, вообще это очень хорошо, то, что я перечислила. Это на самом деле не дорого, это на самом деле эффективно, и это очень все как бы хорошее и стойкое. Кстати, о стойкости мы обязательно поговорим, если вы зададите мне вопросы относительно этой темы. Еще раз, Марта, всего хорошего. Тебе спасибо также за твой обзор. Я уверена, что он будет очень подробный. Ты очень классный блогер, ты очень нравишься мне. Я бываю на твоем канале очень часто. Всем тоже желаю посмотреть. И оставайтесь со мной. Если вы только первый раз в гостях, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, задавайте вопросы. Всем всего хорошего и всех с весной!